Все зашло слишком далеко. Ты не ведешь расследование, просто живешь в нем. И ничего нельзя начать с чистого листа. Удары печатной машинки оставляют оттиски в твоей собственной жизни. Ты уже сам похож на преступника, а твои близкие на жертв. Уголовное дело стало личным. Вещь-долг. Личное дело. В предыдущих эпизодах следователь Нестор Головин застает свою жену с любовником. Прости. Тьфу, сразу. Старинный друг Головина, работник Генеральной прокуратуры, обещает Нестору быстрое продвижение по карьерной лестнице. Кстати, о карьере. Через две недели представление. Головин чувствует, его назначение кому-то не дает покоя. Анонимка. Следователь Нестор Иванович, вымогая деньги за прекращение дела. Чтобы выяснить, кто ведет против него игру, следователь просит о помощи оперативника. Под меня копают. Нестор Иванович выясняет, в этом замешан жених его дочери. Сами догадались, что это я. Артур Мохнев, бандитский адвокат. Следователь отказывается сотрудничать с бандитами. У нас проблемы. Нарушение правил дорожного движения, повлекшее за собой смерть. Сердце и легкие в норме. Особая осторожность. Помните, контакт с кровью опасен. Вы думаете, это КГЛ, Виктор Анатольевич? Пока не убедились в обратном, считается конко-крымская. Разумная осторожность коллеги. Виктор Львович, отметьте множественные внутренние кровоизлияния в брюшной полости. Я с чего и спрашиваю. Возможно, это геморрагический синдром. Слышали? Пинцет. Резакционный нож на что-то наткнулся. Смотрите, что в желудке творится и в брюшине. Вытащите все, стерилизуйте и вызывайте милицию. Ничего себе! И позвольте, наконец, представить вам начальника следственного отдела областной прокуратуры. Вы все знаете его. Нашего дорогого Местора Ивановича. Я очень рад, Местор Иванович. Как говорится, заслужили верой и правдой. Столько лет следователям. Ветеран, прекрасный товарищ, ответственный работник. Что не так? Чему не рад? Почему мятый? Да так. Дела семейные. Нарушение правил дорожного движения, повлекшее за собой смерть. Так, ладно. Давай детали. Бурденко ездил на охоту. Напился. Где ружье не знает. Машина, на которой вернулся, в крови. Бампер помят, стекло разбито. Ну, я сочувствую. Но я не понимаю, чем я могу помочь и при чем здесь Настя? Бурденко не в состоянии был везти машину. А на охоту он ездил с твоей дочкой и с этим ее женихом Артуром. Что? Да. С Артуром? Подожди, я не понимаю, они что, знакомы? Шапошно. Поохотиться договорились, когда смотрины были. Бурденко заезжал за мной на машине. Нужно аккуратно проверить сводки. Не случилось ли чего. Пожалуйста. Пожалуйста. Йок-макарёк. Что там с самоубийством судмедэкспертов КПЗ? Движется что-то? Глухо. Ну, не расстраивайся. В конце концов, это вопросы не к тебе, а к администрации КПЗ. В общем, наливаем. Прошу прощения. Нестор Иванович. Да? Прошу. Езжайте в институт Мечникова. Противочумной, который. Дело там особой важности. Профессора Ильина знаешь? Ну, не приходилось. Давайте. Не теряйте времени, езжайте. А мы тут уж без вас отметим. А как дело расследуете? С вас банкет. Ну, приятного аппетита. Ну что, заголовина? Толя, ну, подержи. Что такое? Душно в начальничьих кабинетах? Ничего, дышите полной грудью. Может быть, это ваше последнее дело, как следователя. Не лучшее место вентилировать легкие. Не и вирусологии все-таки. Халатик оденьте. А, ну да. Я Яремчук. Это я вскрытие профессора Ильина проводил и вас вызвал. Извините, у нас не принято. Меры безопасности. А что с Ильиным? В желудке и в брюшной полости обнаружено большое количество инородных тел. А именно, обрезки стальной проволоки. 30-40 миллиметров. Гнутые разного диаметра. Разумеется, попасть они могли туда только через рот. Но кто же в здравом уме будет это все глотать? Вот я вас и вызвал. Так, и сколько штук обрезков? Десятка полтора. Фу. И что-то с ними уже делали? Стерилизовали. Без этого никак. Ну, наши судметы и криминалисты будут не очень довольны. Где, когда и при каких обстоятельствах умер профессор Ильин? Странный способ убийства. Угу. Особенно, если учесть место работы и род деятельности жертвы. Ни вирусологии, ни Мечникова. Учреждение уникальное. В те времена многие темы в нем были засекречены. Там полно ядов, опасных препаратов, законсервированных вирусов. И... Ой. А почему врачи провели вскрытие, не дождавшись следователя? Понимаешь, в таких учреждениях к телу никого не допускают. Ну, сам понимаешь, опасность заражения. Так что вызвали скорую, но врача не от ложки дальше порога операционной не пустили. Ну, он зафиксировал смерть и уехал. И в обычный морг тело нельзя перевозить. Понимаешь? В общем, сплошные трудности. Да. Тогда. Разрешите? Проходите. Здравствуйте. Судя по всему, вы милиция. Я Михаил Матвеевич Анкелевский. Ассистент Ильина. Последний, кто видел его в относительном здравии. Головин Нестор Иванович. Следователь прокуратуры. Анатолий Гусев. Оперополномоченный. Неужели? Ну, это уже слишком. Я понимаю масштаб фигуры, но вы знаете, что нашли у него в желудке? Угу. Я понимаю Ивана Игнатьича, но, так сказать, мог найти способ полегче. Простите, это вы о чем? Это Тамара Ильина, жена Ивана Игнатьича. Выдающийся ученый, последний из великих, оба искали вакцину от крымско-геморрагической лихорадки. Она привила лихорадку в себе, скончалась. Ильин спасти не смог. Последние два года находился в депрессии. А что за лихорадка? Конго-крымская геморрагическая лихорадка. Штука страшная. Как бы вам объяснить попроще. Клечь кусает. Инфекция в крови. Поражен эндотелий. Внутренние многочисленные кровоизлияния. До 50% смертности. Тяжелой формы, сущий ад. Так а при чем тут Конго? В 45-м ее открыли в Крыму. В 56-м вспышка была в Конго. И оказалась возбудитель один. Конго-крымская. КГЛ, так быстрее. Ясно. И вы считаете, что Ильин совершил самоубийство из-за смерти жены? Способ странный и чрезвычайно мучительный. Наверное, легко не хотел уйти. Хотел, как она. Я не ослышался? Меня, судмедэксперта, и товарища Травкина, криминалиста, не допускают к процессуальным действиям с телом? Да поймите же вы, коллега. Ильин работал с опасными инфекциями. И пока не будет подтверждения с лабораторией, что тело безопасно, никаких контактов. Это произвол. Что мне делать? Как вскрывать? Я проводил атопсию. Спрашивайте, что интересует. Ладно. Проглотить целую кучу острых обрезков проволоки практически нереально. И профессор почувствовал бы весьма острую боль с того момента, как проглотил первую. А дальше хуже. Правильный вопрос, коллега. Мы сами над этим голову ломаем. Никаких признаков боли Ильин не подавал. Ну хорошо. Давайте по порядку. Как начался ваш рабочий день? Я привез профессора 8.15. В 8.30 начали работу. Он закурил. Вообще курить запрещено. Но профессор курил в окно. Иван Игнатьевич. Все в порядке, Иван Игнатьевич? Иван Игнатьевич! Что с вами? Вызывай скорого. Смерть от болевого шока зафиксировала прибывшая скорая. А утопсию провели незамедлительно, как этого требует ситуация. В таких случаях вскрывать в морге было бы просто очень опасно. Подозревали про бодение или осложнение после операции. Так, ладно. Давайте уточним. Поврежден ли пищевод? Нет. Простите, но когда выводы приходится делать со слов, это безобразие. Вскрытие сделаешь в течение двух часов. Это я тебе обещаю. А сейчас давайте к делу. Надо выяснить, как обрезки проволоки попали в желудок, если пищевод целый. Смотрите, зэки глотают швейные иглы, обрепленные хлебным мякишем, чтобы попасть в лазарет. Это у вас в капоза иглы глотают. Или вообще шприцы проносят. А я о таком не слышал. Простите за эмоции. В принципе, ты прав. В начале 20-го века это было даже модно. Глотать швейные иглы в целях суицида. Ну, это влюбленные модистки, которым вены вскрыт страшно. А зачем это профессору, когда у него куча своих лекарств? Ну, вот это давай выясним. Мне, собственно говоря, если это самоубийство, здесь делать особо нечего. Но Дубравин настаивает. Уже очень известен этот Ильин. Какой план? Ну, тут все просто. Для начала надо узнать, когда и каким образом эти проволоки попали в желудок. И за какой период? Толик, ты меня добить хочешь? Без вскрытия я тебе могу дать только диапазон от 2 до 12 часов. Ладно, ребята, не ссорьтесь. Давайте работать. Ой, какая беда. Какое горе. Как все любили Ивана Ивановича. Да, как я гордилась. 25 лет при таком великом человеке состоять. Фирма Исеина, а расскажите, чем завтракал Ильин? Я попрошу вас показать ваше рабочее место, ингредиенты и даже отходы, если вы их не выбросили, конечно. Зачем оно вам? Да потому что профессор умер от кучи металлических предметов в желудке. И если это не самоубийство, то попасть они могли туда только через пищу. Ой, как вы могли на меня подумать? Да я при нем всю жизнь. Пока мы просто пытаемся выяснить, не обвиняем. Но нам же нужно разобраться, как эти иголки попали ему в желудок, правильно? На кухне? Никак. Так он же язвенник. Я ему готовлю все протертое. Кашки, пюрешки. Хорошо. Фирма Исеина, давайте по порядку. Что и когда в последние сутки ел профессор? Ужинали в 9.00, пюрешка с суфле, завтрак я подавала в 7.00 в гостиную. Ну, так положено. Овсяная кашка, кисель, творожок к чаю. А другие ели яичницу с колбасой, чай с маслом и яблоки. Профессору никто ничего не давал. Значит, всем ровно? Ну и точность, Йок-макарек. А вот если бы у вас была язва, молодой человек, то вы бы тоже жили по часам. Сон, завтрак и таблетки. За молодого человека спасибо. Стоп, а что за таблетки? О, да тут на целом маленький госпиталь хватит. А что вы хотели? Профессор очень сильно болел. И потом недавние операции. Целое расписание, что, когда. Там даже старая пилюльница была. Я туда из блистеров и упаковок клала дневную дозу таблеток. И он принимал. Господи, как только организм удерживал. Так, Толик, все, что принимал профессор на анализ. И попроси Травкина, чтоб не затягивал. Дело очень важное. Держи. А вы куда? Да так, поужинаю с хорошими людьми. Может, таки борща. Да, Люба отличный борщ сварила. Может, борща? Да заткнись ты, идиот. Давай, показывай, что там у тебя. Да. Ну и что? Ну, сбила кого-то машина. Что значит что? Вон, как бампер разворотила. Тут явно со смертельным исходом. Погоди. Они были на охоте. Я сразу напился. Я не мог везти. Да молчи. Они поехали втроем на двух машинах. Этот напился. Значит, выходит, что машины вели Артур и Настя. И если на машине кровь человека, то сбил его, ну, кто-то из них. Ну, это все предположение. Откуда мне знать, что не он сидел за рулем? Ну, а почему они сбежали? Я звонила Артуру, трубку не берет. И главное, зачем они ружье взяли? Там хороший немецкий дробовик, трофейный. Подожди. Нестор, я тебя очень прошу, проверь ты сводки, а? Ну, Буртенко же сейчас в отпуске. Если появится, начнет выяснять, к нему вопросы будут. Сам понимаешь? Ладно. Ньюк, Макарек. А у тебя стрелянная гильза есть? А? Зачем? Проверить. Вдруг они возле трупа что-то нашли. Откуда мне знать на самом деле, что было? Найду. Сейчас гляну. Кабинетик ваш, Нестор Иванович, пока не готов. Ремонт. А аппаратик мы вам поменяли. Так что все в лучшем виде. Все? Можно звонить? Звоните. Спасибо. Свободные. Алло? Настю позовите, пожалуйста. Съехала? Куда? Нестор Иванович. О, а я вам наяриваю, наяриваю. Дозвониться не могу. Да вот аппарат новый поставили. А что случилось? Заскочил за вами, еду в реанимацию. Кому? Теперь теща Ильина загремела в больницу с теми же симптомами. Ёк-макарёк. Поехали. Да все хорошо было, пока лекарства не приняла. Лекарства? А какое лекарство? Вот. Баксисуптил. Хорошее югославское лекарство. Ильину добывал Янкелевский. А я тоже язвенеца. Зять жмотился. Сам импортное ел. А после смерти... Чё добру пропадать? Вот я и взяла. Ёк-макарёк. Так вот, значит, как эти проволочки попали к Ильину в желудок. Да, судя по тональности показаний тещи, она Ильина не очень жаловала. Ну, естественно, он привил ее дочери Конго к римскую лихорадку. Ну, путь в научных целях, пусть с ее согласия, но в результате-то она умерла. Главное, установили, как короткие кусочки проволоки попали в желудок и брюшину. Смотри. Берется капсула, нарезается струна, складывается в капсулу. Человек выпивает. Через какое-то время капсула растворяется, и струна... Импортное лекарство в то время дефицит. Так? Ну, конечно, просто купить нельзя, только достать. Вот. И они могли пройти через несколько рук. И вот этот путь надо было проследить. Итак. В результате экспертизы выявлено, что капсулы в акте субтила скрывали механическим путем. Вероятно, всего поддевали ногтями, на месте стыка есть следы. А отпечатки? Увы, только фрагменты. Это орудие убийства? Самое интересное, что я когда-либо видел. Итак. Капсула растворяется в желудочном соке. И острые металлические отрезки впиваются в стенки желудка. Если проходят через стенки в брюшную полость, это ад. А они прошли? Да, я обнаружил следы прохождения при вскрытии. Насчет ада, соглашусь с коллегой, мучения неописуемые. Окисленные металлические объекты – ужас. Убийца изобретательно подошел к этому делу. Смотрите. Я специально сделал такое же. Стальная проволока. Концы сгибаются. В таком виде ее вводят в желатиновую капсулу. И когда оболочка растворяется… Видали? Вот это и было в желудке Ильина. Потом проволочки травмируют слизистую вместо недавней операции. Окисляются и через стенки попадают в брюшину. А когда Ильину стало плохо, видимо, произошел процесс обострения. Ну, их там штук 15 было. Интересно, сколько пилюль он выпил с этими проволочками. Ну, по моим расчетам, 3-5. Это значит, что мы имеем дело с расчетливым, хладнокровным убийцей. Причем из ближайшего круга уважаемого доктора. Надо выяснить дозировку и время приема этих капсул. Ай да и болит, ек-макарек. Ладно, завтра продолжим. Свободны. Александр Иванович! Да? Задержись на минутку. У меня к тебе личная просьба. Что это? Это по другому делу. Сделай экспертизу. Только тихо. Между нами. Да, хорошо. Спасибо. Сделаем. Здравствуйте. Не спешите. Мы подождем. Я не могу ждать. Это что же вы? И меня подозреваете? Вот вас мы и не подозреваем. Чем заслужила? Ну, дело в том, что вы тоже жертва. А представить, как вы, прошу прощения, с вашим тремером набиваете пилюли, у меня, извините, не получается. Тогда зачем пришли? Речь идет о преднамеренном убийстве. А круг подозреваемых лиц ограничен теми, кто имел доступ к таблеткам. Таких немного. Это все домашние, ну, можно так сказать. Мы выбрали вас в роли консультанта. Помогите нам. Подскажите, кто и почему мог желать смерти Ильину? Тогда меня не списывайте. Он загубил мою девочку. Я его никогда не прощу. Записывайте дальше. Вот Фира. Она всю жизнь на него пропахала. А он ее списать надумал. Дескать, прислуги уже ни у кого нет. Да и старая уже Фира. Во время уборки пыль не видит, пропускает. Чай забывает ему приносить. Она его ненавидела. Чай будешь? Да. Ларочка, внучка моя. Приятного аппетита. Спасибо, взаимно. Тоже терпеть его не могла. Но тут все дело понятное. Томочка, дочь моя, за Ильина замуж вышла в позднем возрасте. Девочка-отчима не приняла. Потом Миша Янгелевский. Он, Ильина, и швец, и жнец, и на работу возил, и под диктовку печатал, и в лаборатории. Вроде бы работали душа в душу. Так и не скажешь. А где-то и ему, Ильин, дорогу перешел. Я вас ненавижу. Как вы могли так поступить? Это же то, что я вычислил. Ах вы, мерзкий. Прошу прощения. Что-то научно не поделили, видно. И что, все могли убить? Никто не мог. Но вы же сказали, что... Вы спросили, кто мог желать смерти, а убить. Ну да вы что? Это все честные люди. Хм, вас послушать, так Ильин, просто ирод какой-то. Все его ненавидели. А вот в институте, наоборот. Говорили, что он мировой врач. Я не знаю, как он там себя вел в институте, а вот дома настоящая сволочь. Вот взять хотя бы Дениса. Стоп, кто такой Денис? Вы его не упоминали? Ларочкин жених. Я про него совсем забыла. Лара привела его знакомиться. Денис пожил у нас пару дней. Я не то чтобы одобряю, но молодежь. Квартира большая. Все лучше, чем в кустам обжиматься. А Ильину молодой человек сразу не понравился. А почему? На хлебник. В общем, на третий день Ильин обвинил Дениса в пропаже портсигара. Разломал и выбросил его гитару, пока наш музыкант гулял. И запретил Дениса приводить в дом. Правда, в доме Денис потом был. А когда это было? Ночью. За день до смерти Ильина И Олара впустил. Уживает Камелия. Это хорошо. Итак, перед нами загадка в стиле Эль Кюля Пуаро. Благородное семейство, большой дом. И у каждого есть мотив и возможность. Однако у некоторых их больше. А это ты о чем? Данные экспертизы. Криминалист установил идентичность образцов из желудков жертв. Так. Нарезанный одними кусачками в одной из капсул нарезка иная. На паре фрагментов присутствует след обмотки. Травкин уверен, что это струны для электрогитары. Импортное производство. Фирма-производитель Делиция, ЧССР. Ага. К этому же след. На одном фрагменте кровь. Вероятно, тот, кто готовил пилюли, поранился. Кровь второй группы. Музыкант? А что? За унижение в глазах невесты Денис мог и отомстить. Струны у нас фигурируют, как орудие убийства. В доме он был. Так что, проведаем маэстро. непременно. Откройте, милиция! Фух, это не вы. Это как раз таки мы. Ну, то есть вы, но не те, кого я ждал. А кого вы ждали? Да, я тут задолжал одним мужичкам нервным из ресторана. Карты проклятая страсть. Ну, думаю, пришли, а я на нулях. Это партигарь профессорский? Нет, мой. Ладно, извините, партигарь профессорский. Я же говорю, временно на нулях, а деньги нужны. Ну, я и позаимствовал у профессора безделушку. А что это ты тут делаешь? В туалет захотелось. Зашел книжку прихватить, почитать. Ты, придурок! Это патологическая анатомия. Ого! Ну что, папаша, картинки страшные, быстрее дело пойдет. Вон! Я лично ему верну и извинюсь, честное слово. Не выйдет. Профессор в морге. Что он там делает? Что и положено. Остывает. А мы расследуем убийство. Я не убивал. За что мне его убивать? Милый дедушка, честное слово. Да вот за партигар. А что, не мотив? Мотив. Он узнал, что ты его украл. Вы были в доме профессора. Знаете, где у профессора лежат пилюли? Послушайте, происходит чудовищная ошибка. Я никого не убивал. Ну, честное слово. А когда вы были последний раз в доме профессора? Утром, в пятницу. Отыграл. Кларке пришел. Так. Ну, мы тут немножко осмотримся. Вы не возражаете? Да, да, да. Пожалуйста. Толик, приступай. А вот эти струны делятся. Ваши? Да, мои. Хорошие, хоть и жестковаты. Ну, покажи, Толя. А почему я на них вижу капельки крови? А это когда кончики струн прячешь, можно уколоться. у колодца. Нужно обрезать. Чем? Кусачками. Там, в столе. Что в этих струнах-то? Так, Толик, зови понятых, оформляй изъятие и в лабораторию. А вам придется проехать с нами. Нет, нет, нет. Пожалуйста. А что вы так нервничаете? Возьмем у вас анализ крови для начала. Там видно будет. Пройдемте. Да? Можно? Да, а чего шепотом? Вы же просили конфиденциально. А, ну да, да. Проходи, Александр Иванович. Так. Сразу по убийству Ильина. Угу. Струны из дома гитариста того же производства. А вот кусачки... Не те. Микродефекты лезвия совершенно иные. Убийца пользовался совершенно другими кусачками по крови. У Дениса четвертая, а в образцах вторая. Хм. М? Спасибо. А теперь по вашему делу. Я сделал экспертизу образцов, которые вы мне передали. Кровь животного. И, судя по шерстинке, которую вы любезно соскребли вместе с кровью, это олень. Фух. Спасибо, Александр Иванович. Я твой должник. Ой, Нестор Иванович, сколько я вам должен? Спасибо. Слушаю вас. Звонившая представилась Ларисой Нарвежной, патчериц Ильина. Это она звонила? Она. Вопросы к Ларисе накопились в любом случае. Неприязнь к отчиму, смерть матери, плохое отношение Ильина к ее парню. В таких преступлениях всегда изучают ближнее окружение. Если она причастна, зачем самой высовываться? Она сообщила, что нашла любопытную бумагу, которая поможет следствию. Лара ушла на работу, а письмо вот оно. Никто никого не убивал. Жить безлюбимой оказалось невозможно. Прошу отнестись к моему решению с пониманием, Ильи. Ну, это обычная предсмертная записка. Так что, самоубийство получается? А это что? Типографская краска. А где Лара нашла письмо? В гостиной под скатерью лежала. А откуда вообще могла взяться типографская краска? Так это я кладу в кабинет профессора каждое утро свежую прессу. А потом через час забираю. И что? Сегодня утром тоже? Да. А что? Так Ильин же умер. Ну и что? Рубичка. Двадцать пять лет доме. Шесть тридцать положила, а потом через час забрала. Профессор садился работать еще засветло. А начинал с прессы и заканчивал за завтраком. А принесите, пожалуйста, газету. Ну, принесу. Сейчас она. Тут у меня. Спасибо. Видите, отпечатался орден Октябрьской революции и начало заголовка передовой статьи. Так письмо на газете лежало? Угу. Только как покойник напечатал признание? Вот это уже вопрос. Нет, Оля. Это сделал кто-то из домашних. Угу. А у кого исключат кабинеты профессора? У меня и у Янкелевского. У меня. У меня. нет. Женщина, вы что, слесарь? Ну, чего нет, того нет. Ну, так и не заслоняйте мне свет. Ну, что, коллеги, следов злома я не вижу. Если открывали, то родным ключом. Что такое? Кто-то проникал в кабинет профессора сегодня. Ключей двое. У Фиры и у вас. У Фиры пропал. А ваш на месте? Да. Открыть? А зачем проникали? Кто-то напечатал предсмертную записку, Елена. Думаете, я? Мишенька, это же вы печатали на Ундервуде для профессора. Где вы были в интересующее нас время? По городу ездил, командировка, реактивы собирал. Все такое. Я и сейчас на минуту заскочил бумаги взять. Можно? Берите. Надо будет проверить передвижение Энкелевского по городу и ищите ключ Фиры. Добро. На. Спите спокойно, сбит олень. Там ничего интересного. Ни похищений, ни огнестрелов. Пускай ружье вернут. Извините, но предчувствие нехорошее. Найду вернут, а сейчас дел по горлу. Диль задавать? Да неси уже. Спасибо, Нестер. Спасибо. Вот, видишь, боек сильно смещен вправо. Дай сюда. Пока. привет, Александр Иванович. Нестер Иванович. Где ж вы пропадаете? Ну, в прокуратуре сказали, что ты у Энкелевских. А что происходит? Почему обыск? Я разрешила. Мы ни в чем не виноваты. Нам, сынам, бояться нечего. Ну, вообще-то есть. Энкелевский нам собрал насчет своего алиби. Ни в какой командировке он не был. За реактивами не ездил. Мать говорит, он быстро пришел, собрал вещи и ушел, куда не сказал. Сбежал? Странно. Надо найти. Ищем. А пока вот, полюбуйтесь. Йок-макарек. Молодец, Толик. Только это надо потом официально как обыск провести. А то потом и спорят. Ай да коллега, завалил профессора и бежать. Молодой человек. Хм. То есть, в квартире талантливого ученика Ильина Михаила Янкелевского нашли обрезки струн и кусачки. Да, но нашли тогда, когда Янкелевского уже и след простыл. Ну, как он спланировал и совершил преступление, более-менее понятно. Ну, вот зачем? Потому что научный руководитель присвоил авторство каких-то статей. Так это сплошь и рядом. И Янкелевского нервным и неуравновешенным не назовешь. Непонятная причина? Угу. Тогда почему ты решил, что это он? Ну, как это? Подожди, ты его сначала поймай, допроси, в СИЗО баланды накорми, спать уложи. Вот тогда, может быть, он и признается. Угу. Я понимаю, что жена рожает, но правила нужно соблюдать. Да, да, я согласен. Может, решим все? Я же спешу. В багажнике что? Ничего. Сумка. Секунду, ждите тут. Эй, документы верните. Внимание всем постам. и содержать жигули номер 9719 ОДП. Стоять! Ай, допусти, рука, больно. Проходи из машины. Это же средняя тяжесть и повреждение. Ничего. Инспектор же не знал, кто ты. А ты решил удрать. Давайте с вами поговорим, не о вашем задержании, а о убийстве Элина. За что это вы с ним так, а? Не по-людски. Что он вам сделал? Он приписал себе результаты совместного труда над универсальной вакциной против крымской лихорадки. И что? Да то, что он украл нашу общую научную работу. И подписался под ней сам. Я наорал на Элина. Я не стерпел. Я это видел от тещи? Да. Ах, вы мерзкий. Прошу прощения. Потом созрел для убийства, настрогал струн в таблетке, сам их и доставал. Струны от гитары Дениса. Такой способ выбрал, чтобы сполна насладиться мучениями. Вроде все сходится. Не сходится. Извините. Ну, а что не так? Я поработал над письмом и определил, что глубина оттиска букв резко отличается от той, что присуща бумагам профессора, которые набирал Янкелевский. Письмо напечатано осторожно. Ударяли по клавишам не сильно. Кроме того, способ удара отличается. Угол атаки литера на бумаге говорит, что на клавишу нажимали не сверху, а сбоку, что присуще обычно женщинам с длинными ногтями. А таковая в квартире одна. Приемная дочь Лара. Проходите. Вы уже слышали? Нет. А что случилось? Мы вообще к Ларисе приехали. Такая трагедия. Марочка в больницу попала. Поступила вчера в 19.35. Симптомы характерные. Лаборатория подтвердила. Крымская геморрагическая лихорадка. Симуляция исключена? Шутите. Симулировать гепатомигалию, увеличение печени или пятихиальную сыпь. У нее вторая неделя болезни. Геморрагический синдром хоть в энциклопедию. А жить она будет? Трудно делать прогнозы. Летальность болезни очень высокая. А у Ларисы очень тяжелая форма. Ну, а поговорить мы с ней можем? Мы сделаем все возможное. Ну, только через стекло, разумеется. Универсальную вакцину еще не изобрели. А вот как лекарство подействует. Кто знает. Тут другой интересует. Где больная могла заразиться? А что, это сложно? Вы же говорили, что болезнь заразная. Да, но путей передачи всего три. Тлещ, что в условиях города очень маловероятно. Зараженный скот, что, согласитесь, тоже фантастика. Ну, и от человека к человеку. Только вот вопрос, где искать этого зараженного? КГЛ с геморрогическим синдромом? Вы должны меня отпустить. Да, сейчас. Только разгон с Дерибасовской возьму. Вы подозреваемые. Сядьте и успокойтесь. Я должен спасти Лару. Я расскажу все, как было на самом деле, если вы меня отпустите. У меня самый большой опыт лечения КГЛ. Успокойтесь. Подождите. Вы что, любите ее? С того момента, как она появилась в доме. Я и с Ильином работал только ради того, чтобы видеться с Ларой. Даже когда она нашла жениха. Поэтому я соврал, что я убийца. И я хочу спасти Лару. Это вы насчет машинки выгораживали Лару? Глупое алиби у вас оказалось. Да и все остальное. Я на ходу сочинял. Лихорадочные спешки. Извините, что я соврал. Конечно, письмо печатала Лара, выгораживала жениха. А когда ей стало плохо, она мне рассказала всю правду. И я все устроил, чтобы на меня подумали. Взял у нее струны и кусачки. Так значит, пилюли снарядила Лара. Но зачем? Это я виноват во всем. Все началось с того, что в лаборатории нашел дневники покойной жены Элины. Уборку устроили на субботник. Сел читать. Из записи стало ясно, что она недобровольно заразилась крымской лихорадкой. Я ужасно этого боюсь. Ваня склоняет меня к этому. Угрожает уйти. Что мне делать? Без него я не смогу. Нужны испытания вакцины на человеке. Времени на бюрократию нет. А разрешение будет не скоро. Хм. Врач-подвижник. Святой Айболит. Йок-макарек. Вы знаете, как вы делили у возбудителя проказы? Норвежский лепуролог Хансен надрезал роговицу больной зараженным скальпелем. Специально, чтобы развелась лепрома. Больная пожаловалась, Хансена судили. И правильно. Но он открыл возбудителя и спас тысячу жизней. Врачи такого уровня, у них своя шкала ценностей. Он мог и себя. Но он носитель знаний. Более ценный. Я не хотел показывать дневники Ларе. Но после очередного скандала с профессором проговорился и показал. Это убийство. Ты преувеличиваешь. Это все по доброй воле. Да я знаю, как он ее уговаривал. Она же готова была за ним палку носить в зубах, щелкнен пальцами. Он всюду ее контролировал. Влюбленная дура. Лара, оставь мне записи. Лара, я их случайно нашел. Они, в общем-то, не мои. Ну уж я-то имею право на бумаге своей мамы. Или отдашь Ильину. Этому плагиатору, черта лысого ему, забирай. Она, конечно же, пошла разбираться с Ильиным. Я, я все равно убью тебя, понял? Успокойся. Истеричка. Это вы ей все рассказали. На оговоре хочешь выехать. О чем вы? Вот об этом. Моя жена оказалась предателем. Лара сделала ошибку, открывшись Ильину. Угрожая ему, это было опроменчивое, поспешное действие. И он нанес ответный удар. Он был гением все-таки. Лара, доброе утро. Можно тебя на секунду? Что-то случилось? Меня профессор ждет, мы договорились. Вот. Нашла его сегодня у себя. Клещ? Проснулась, причесывалась и наткнулась на эту мерзость. Откуда ему взяться? Да ниоткуда. Нигде не была, с животными не контактировала. Он просто оказался у меня в спальне. Ты понимаешь, что это значит? Вообще-то не очень. Господи, непонятливый. Просто проверь его в своей лаборатории. Проверь его. Прошу тебя. Хорошо. Так, стоп, машина. Клещ в спальне оказался. И что? Как что? Откуда ему взяться? Собак и кошек в доме нет, мышей тем более. Лара нигде не гуляла. Откуда он в спальне? Ильин подбросил. Вот откуда. У нас в лаборатории их до черта. Ну так взяли бы, да раздавили его делов-то. Это не просто клещ. Это переносчик КГЛ. Ильин заразил свою падчерицу. Вам понятно? Прошу, отпустите меня. Я должен ее спасти. Под подписку отпущу. Но только, когда все проверю. Время. Время уходит. Вы ее убиваете. Дурелекс, седлекс, як макарек. Таков закон. Вот я проверил. Инфицирован носителем КГЛ. Роскошный экземпляр. Хиолома маргинатум руфипис. Можно по-русски? Классификация по-латыни. А где такого можно подхватить? В Средней Азии, в Африке, в Одесской области. Да ну. Не переживайте, не водится. Ну хорошо. А Лара уже прислала в себя? С ней можно поговорить? Нет. Сегодня процедуры. Завтра приходите. И помните, предельная осторожность. Ну если, конечно, не хотите превратиться в моих гостей, в моих пациентов. Я вас понял. Спасибо. Спасибо. До свидания. Вам уже лучше? Вы можете говорить? Да. Я хочу извиниться. Мне Миша рассказал по поводу письма. Я обманула вас. Я Дениса хотела спасти. Я в детстве боялась их больше смерти. Мама мне показывала их на работе. Представляете, что я почувствовала, когда нашла его в своих волосах. Испугались? Да. Но надеялась на чудо. Думала, вдруг сама где-то подцепила. И еще и Ян Келевский с анализами затянул. Я больше всего испугалась, когда Ильин начал расспрашивать о моем самочувствии. Мне и вправду не здоровилась. Но я списывала на нервы. И никому не говорила. Ильин самовежливость. Такой угодливый. Сроду со мной так не говорила. Ну, и как ты тут? А чего ты это спрашиваешь? Ты никогда моим здоровьем не интересовался. И я сразу поняла. Беда. Это ты? Ты подкинул мне клеща. Твой. Из лаборатории. Ты, девушка, уже, наверное, бредишь. Ах ты ж гад. Скотина. Я в милицию позвоню. Валяй. Валяй. Я хочу на это посмотреть. Что ты им скажешь? Идеальное преступление. Убив Лару, Ильин избавлялся от возможных обвинений. А ее обязательно поместили бы в институт, изолировали. Ильин мог сделать с ней все, что захочет. Я понимаю ваши чувства. Но зачем же убивать? Можно было, не знаю, ну, нам сообщить. И что бы вы сделали с моим заявлением? Если бы я вам вместо улики притащила клеща. Кто я и кто Ильин. Зачли бы за сумасшедшего. Вот и я о том же. И тогда решила. Ильин умрет. Только сначала помучается. Как я и как мама. Не очень помню, как идея в голову пришла. Я словно в жару работала. В спешке. Нарезала струны с гитары Дениса. Той самой, которую Ильин в дребезги разбил. Потом эфиры подменила гаду таблетки. Сколько их Ильин сожрал, не знаю. Несколько приемов точно. Все ждала, когда подействуют. А ему хоть бы хны. Позволите? Это, конечно, очень жестокий способ убить человека. Но ненадежный. Большинство проглоченных иголок выходят вместе с калом, не повредив кишечник. Я знаю. Поэтому я и придумала распрямляющиеся струны. Я в детстве читала книгу. Там подобным способом ловили белых медведей. Ой, что-то мне нехорошо. Я договорю. Я должна закончить. Я вся в лихорадке была. Я понимала, что время заканчивается. Я... А я должна отомстить. Вы, пожалуйста, не обвиняйте никого. И я хотела как лучше. Если бы вы не ухватились за Дениса, то я бы не написала это письмо дурацкое. И все сошло бы с рук. А так... А так... Вину на себя взял Михаил. Миша, простите, что так вышло. Ничего. Вылечу. Поговорим. А она выздоровела? И Макелевский все свои знания применил. Через три недели уже бегала. А через полтора месяца выписалась. Приговор был? Ну да, куда от него денешься. Процесс долго длился. Дали по минимуму, но... Отбывать наказание все равно пришлось. Но... Через два года, когда разрешили долгосрочное свидание... В общем, Янкелевский на ней женился. Родила в колонии. Да вы что? Условно-досрочного по этой статье нет. Трехлетнего ребенка отдали папе. Ждали возвращения Лары вдвоем. Знаю, что внучка Янкелевских недавно пошла в школу. Привет, прокурор. Топай и без шуток. Хозяин ждет. Свет не включать. Кто вы? Называйте меня как Артур. Меня вам отрекомендовал. Большой человек. Голос знакомый. Вспоминать не советую. Неприятно будет при встречах. Мы с вами, Нестор Иванович, плохо начали. Во всем виноват Артур. Спешка мальчишеская. Все время хочет выслужиться передо мной. С судмедом как-то грязно вышло. Потом эта глупость с анонимками. Их Артур писал? Да. Я-то подумал, вы согласились сотрудничать. Артур меня ввел в заблуждение. Скажите Артуру, чтобы дочку оставил в покое. Увы, пока не могу. Заварилась каша нехорошая. Но если вы сделаете все, что я попрошу, мы еще вернемся к этому разговору. Предупреждаю. Если с дочкой и внучкой что-нибудь случится... Мы же не звери. Мы с вами провернем одно дело. А вот сердить меня я не советую. Что конкретно вам нужно? Ждите звонка. А пока вот аналгин вам наутро. На кой черт мне аналгин? Смотрите в следующем эпизоде. Указываете? А голова выдержит? Выглядите неважно. В общем, хреновые дела, ребята. Сегодня ночью человека грохнули. Такой боем. Очищает отпечатки пальцев. Дробовик был в руках вашей дочери. Успокойся! Ну а сколько выиграл, а? Шесть тысяч. Так ты на бабки и позарился, да? Поставьте нас. Такое не прощаю. Ты мог бы просто принять условия. Я по этому делу не сяду. У тебя, конечно, лапа в Москве лохматая. Но и мы тут не без шерсти.